Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Введение Принято считать, что интеллектуальные способности каждого человека, его тип мышления и склад ума, например, математика-аналитический или образно-гуманитарный, заложены самой природой и впоследствии могут лишь незначительно корректироваться воспитанием и направленным развитием, которое эффективно в основном в детском возрасте. То есть интеллект взрослого человека определяется и формируется только в самом начале его жизни. Поэтому многие считают, что интеллект формируется раз и навсегда, а значит его невозможно развить или натренировать. А раз улучшить показатели интеллекта невозможно, то не стоит и пытаться. Во многом такой подход верен, однако он не полностью соответствует истине. Вне всякого сомнения, никакие тренировки не помогут каждому человеку стать гением уровня Моцарта или Эйнштейна, поскольку для гениальности важно уникальное сочетание генетических предпосылок, правильного воспитания, подходящих социальных условий и нужного развития природных способностей. Но каждому человеку под силу значительно развить собственный интеллект в любом возрасте, даже если индивидуальные способности не получили нужного толчка в детстве или не были даны от самого рождения. Каждому из нас дано достичь весьма высокого уровня интеллектуальных способностей. Нужно только постараться и приложить усилия, чтобы получить заметный результат. Существует и еще одно заблуждение об умственных способностях. Оно относится в большей степени к тем, чьи интеллектуальные качества в той или иной степени были развиты, а также к тем, кого принято считать и называть одаренными людьми. Как правило, развитыми бывают только несколько способностей. Например, математическое мышление и память, или умение разбираться в людях и художественный талант. При этом остальные свойства остаются неохваченными, и люди не стремятся заниматься их формированием и укреплением. Однако, каким бы талантливым специалистом не был человек в своей области, это не значит, что он находится на пике своего умственного развития. Наверняка вам в жизни уже встречались люди, которые обладают большими познаниями в области гуманитарных наук, легко и быстро умеют охватить мыслью главную идею какой-нибудь сложной научной концепции, но испытывают огромные трудности, когда им приходится пересчитать мелочь в магазине. А некоторые, наоборот, невероятно быстро справляются с математическими задачами, но способны растеряться, когда речь заходит об оценке простых жизненных ситуаций или о характеристике поведения других людей. Интеллект требует гармоничного и полноценного развития. Несбалансированное развитие ума чем-то напоминает неравномерную тренировку мышц. Работать только над совершенствованием одной способности, все равно, что записаться в тренажерный зал и заниматься развитием только мышц рук. Отличная спортивная форма требует сбалансированной нагрузки для каждой из групп мышц во всем теле. А чтобы этого добиться, необходимо знать, что именно и в каком порядке тренировать. На свете не существует волшебного тренажера или таблетки, которые могли бы за неделю сделать из офисного работника олимпийского чемпиона. Интеллект тоже невозможно улучшить быстро и просто, повторив пару раз одно упражнение. Однако почти каждому человеку есть куда стремиться. Недавние исследования ученых доказали, что наш интеллект это незаданная постоянная величина. Коэффициент интеллекта или IQ, который еще совсем недавно считался единицей практически неизменной, можно существенно улучшить. Средний показатель интеллекта равен 110 пунктам, но его реально увеличить до уровня 130 пунктов, а такой результат уже расценивается как одаренность. Причем совсем не важно, сколько вам лет, чтобы начать всерьез заниматься развитием своего мозга. Ученые обнаружили, что новые нейроны человеческий мозг способен создавать даже в возрасте 60-70 лет. Нервные клетки восстанавливаются, хоть и очень медленно, даже после тяжелых травм и повреждений. Это свойство нейропластичности можно использовать и для создания новых клеток, а значит для улучшения своих умственных способностей. Именно для тех, кому интересно развитие своего ума, была создана эта книга. Глава первая. Что такое интеллект? Человеческий мозг – это уникальный, многофункциональный и малоизученный орган. Несмотря на это, ученым уже удалось выявить достаточно закономерностей, которые могут быть использованы человеком для развития своих способностей. Мозг является суперкомпьютером, который весит чуть больше одного килограмма. Он отдает команды и контролирует работу всего организма. Именно его работа определяет все действия, которые вы совершаете. Ваш мозг решает, как вы думаете и принимаете решения, как чувствуете и ощущаете, как действуете и как находите контакт с незнакомыми людьми. Именно работа мозга отвечает за то, каким вы являетесь человеком, какой личностью. Мозг помогает интенсивно и продуктивно работать, поддерживать дружеские и семейные отношения. Он также отвечает за все ваши положительные и отрицательные эмоции и отношения с противоположным полом. Однако человеческий мозг гораздо сложнее, чем любой существующий компьютер. В вашей голове сосредоточено около 100 миллиардов нервных клеток – нейронов, и каждый из них имеет множество соединений с другими нейронами. Можно утверждать, что в мозгу больше соединений, чем звезд во Вселенной. Улучшение качества работы мозга помогает решить множество проблем и заметно повысить уровень жизни. Активность мозга – это совокупность всех электрических импульсов, которые проводят нейроны. Когда вы работаете над развитием своего интеллекта, вы помогаете появлению большого количества новых нейронов и образованию большего количества связей между клетками. А именно количество таких связей и определяет ваши интеллектуальные возможности. Интеллект – это способность человека мыслить, анализировать, запоминать, воспринимать и обрабатывать информацию, которая поступает через глаза, уши, пальцы и другие органы чувств. Уровень интеллекта показывает, как быстро человек может находить связи между явлениями. Таким образом, интеллект – это комплексное понятие. Когда мы говорим об интеллекте, мы имеем в виду результат совокупной работы в различных отделах головного мозга. Поэтому тренировка интеллекта требует комплексного подхода. Определение интеллекта включает в себя, помимо прочего, приобретенный опыт и знания человека. Знания накапливаются при обучении и любой практической деятельности. Большой запас знаний, так называемая «эрудиция» – одно из главных свойств интеллекта. Именно эрудицию часто имеют в виду в обиходе, когда говорят об интеллекте. Несмотря на это, нельзя оценить ум человека, овладевшего значительным количеством знаний, как однозначно высокий. Весьма важную и существенную роль в определении уровня интеллекта играет память. Хорошая долговременная и оперативная память – важные предпосылки интеллектуального развития. Однако только памятью также нельзя определить весь интеллект. Немало важны и внимание, и волевые качества человека – способности к восприятию информации. Способности – это особые индивидуальные свойства интеллекта, которые помогают человеку с легкостью и быстротой получать знания, приобретать новые навыки и умения. Способности – это психические явления, без рассмотрения которых невозможно понять, из чего складывается интеллект. Часто подразумевается, что у каждого человека способности к какой-либо определенной деятельности бывают более ярко выражены, чем способности к другой. Чтобы лучше понять, из чего складываются умственные способности, нужно знать, какими они бывают. Аналитические способности Заключаются в умении проводить всесторонний анализ поступившей информации, правильно разделять ее на смысловые и логические блоки, определять взаимосвязи между этими блоками и между отдельными фактами, сравнивать и соотносить между собой разнообразные фрагменты информации. Логические способности Под логикой понимается способность человека рассуждать, мыслить и анализировать информацию, не нарушая базовых принципов формальной логики. Умение индивида делать верные, разумные и последовательные выводы из собранных фактов и наблюдений. Дедуктивные качества интеллекта помогают выделять общую глобальную идею из большого массива информации и правильно формулировать ее. Способность к дедукции – это способность к обобщению, навык, позволяющий группировать частности в общую картину, находить закономерности и восстанавливать их из отрывков информации. Дедукция невозможна без развитых критических способностей. Именно они помогают мысленно оценить информацию, отобрать неправильные выводы, отсеять ложные и абсурдные идеи. Критические способности интеллекта помогают сопротивляться внушению и убеждению, противостоять чужому влиянию. За планирование, мысленное построение будущих событий отвечают прогностические способности. Благодаря им человек может одновременно удерживать в уме несколько вариантов решения проблем и рассматривать сразу несколько альтернатив. Способности к абстрактному мышлению позволяют осознавать абстрактные идеи, оперировать отвлеченными понятиями, как математическими, так и философскими, и рассуждать о сложных системах, не всегда доступных для эмпирического, то есть опытного и чувственного анализа. Способности к образному мышлению помогают проводить мысленное сравнение разных явлений и фактов, а также представлять их в виде художественных образов. Образное мышление помогает сделать сложные абстрактные идеи более понятными и доступными для осознания и запоминания. Также эффективная работа интеллекта невозможно без способности сконцентрироваться и удержать внимание на каком-либо предмете. Развитие способностей, как уже упоминалось, происходит на протяжении всей жизни, хотя особенно интенсивно эти процессы протекают в детстве и юности. И еще одно немаловажное свойство, которое является залогом любой успешной интеллектуальной деятельности – умственная работоспособность. Известно, что большинство людей, которых мы называем талантливыми и гениальными, обладали высокой работоспособностью. И хотя это свойство ума и характера тоже зависит от физиологических параметров нервной системы, регулярные тренировки помогают добиться заметного эффекта и развития. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Глава вторая. Начинаем тренировки. Проверенный способ развития мозга – это постоянные комплексные нагрузки. Как и мышцы, интеллект нельзя сделать лучше, выполняя только одно упражнение. Казалось бы, это утверждение далеко не оригинально. Более того, оно понятно каждому и очевидно. Ведь не придумано лучшего способа для улучшения состояния своего организма и физической формы, чем отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Так и с интеллектом. Самое эффективное средство развития ума – это ежедневное решение различных интеллектуальных задач. Но каким бы очевидным это ни было, на практике почти никто не стремится реализовать такую простую мысль. Потому что человек – очень ленивое существо. И нежелание тратить свои силы для получения результата мешает аргументам здравого смысла. Нам проще искать легкие обходные пути. Об этой особенности каждого человека отлично знают различные рекламные специалисты. Однако в случае с интеллектом любые старания и усилия – это не только средство развития ума, но и сама цель тренировки. Ведь таким образом тренируются и закаляются характер и сила воли, а значит развивается такое качество личности, как дисциплинированность. А любая тренировка интеллекта – это способ развития личности в целом. Если вас интересует развитие интеллекта, то оно должно стать образом жизни. Бесполезно время от времени сидеть на диетах, если постоянно срываться и снова набирать вес. Лучше правильно питаться всю жизнь. Также бесполезно прочитать одну книгу, чтобы стать чуточку умнее, а потом думать, что интеллекта теперь хватит до конца жизни. Постоянный рост необходим умственным способностям, и тренироваться нужно каждый день. Это означает, что упражнения для ума не должны быть слишком нудными и монотонными, иначе вам это быстро надоест. Выбирайте те типы тренировок, которые больше подходят вашему характеру и приносят хоть какое-то удовольствие. Не стоит пытаться все свободное время посвящать целенаправленным нагрузкам. Лучше выработать полезные маленькие привычки, чтобы выполнять упражнения несколько раз в день. Но главная задача развития – это регулярность подачи нагрузки на мозг. Тем более, что базовые способы развития умственных способностей достаточно просты, и огромных усилий не потребуют. В физкультуре есть основные комплексы упражнений, в которых участвуют сразу несколько групп мышц, а есть такие, которые направлены на укрепление одной группы. Такую же аналогию можно провести и с развитием интеллекта. И некоторые действия помогают совершенствовать сразу несколько качеств и способностей человека. Запись Простейший и легчайший способ тренировки интеллекта, которым почему-то часто пренебрегают. Чтобы понять, как привычка записывать свои мысли помогает развить способности, посмотрим, как она работает. Допустим, в вашей голове появилась оригинальная новая идея. У вас есть два основных варианта действий – держать идею в памяти и реализовывать ее, или же записать тезисы на бумаге и приступить к выполнению, фиксируя каждый шаг. Итог может быть одинаковым, однако в случае, когда вы постоянно ведете записи, в мозге протекают особые процессы, которые просто не запускаются, если не излагают свои мысли на бумаге. Сканирование мозга пишущего человека говорит о том, что во время этого процесса мозговая активность затрагивает больше отделов, чем даже во время привычного сегодня набора текста на клавиатуре. Связано это с тем, что когда вы делаете запись и перечитываете написанное, вы воспринимаете информацию визуально, с помощью зрения. Следовательно, автоматически к работе подключаются отделы головного мозга, отвечающие за зрение, а также более эффективно начинает работать кратковременная память. В отдельной главе будет описано, чем развитие кратковременной памяти полезно для интеллекта. Во время записывания также запускаются кинестетические процессы, то есть осизательное восприятие, и вы лучше запоминаете то, что записали. К тому же, когда вы записываете, вы гораздо глубже анализируете информацию. То есть заставляете себя думать и мыслить более интенсивно. Как результат, ваш интеллект развивается. Заведите привычку писать, чтобы заниматься повседневными делами и одновременно становиться умнее. Логические и интеллектуальные игры Существует огромное множество развлечений, которые помогают отдыхать и при этом тренировать интеллект. Это шахматы, нарды, покер, преферанс, кроссворды, логические головоломки, некоторые компьютерные игры различных жанров, викторины и игры наподобие телевизионной передачи что, где, когда. Интеллектуальные игры являются отличным средством развития способностей. Они тренируют ум, концентрацию и память. Кроме того, нужно помнить, что лучший способ обучения – это игра. Соревнования приносят радость соперничества и победы, если играет человек, и удовольствие от повышения мастерства, если речь идет о головоломках. Настольная игра – древнейший вид умственного состязания, одна из равновидностей спорта. Настольная игра – древнейший вид умственного состязания, одна из разновидностей спорта, в котором проявляли себя лучшие умы человечества. Многие компьютерные игры тоже способствуют развитию реакции, внимательности. Даже если предпочитаете не решать за монитором сложные задачи, а просто пострелять в монстров, вы нагружаете свою оперативную память, то есть тренируете ее. Настольные головоломки – это еще один дополнительный способ развить не только логическое, но и пространственное мышление. Таких игр и заданий существует очень и очень много, они доступны в интернете. Самая известная пространственно-логическая головоломка – это знаменитый кубик Рубика. Явный плюс игр и головоломок заключается в том, что их можно купить по низким целым, а разум они занимают в течение многих часов и дарят чувство морального удовлетворения, если удается найти решение. Отсюда вытекает и основной минус такого метода тренировок. У многих людей может развиться игровая зависимость, и в зоне риска оказываются не только любители компьютерных и азартных игр, но и те, кто предпочитает разгадывать судоку в транспорте по дороге домой. Так что если вы сомневаетесь в силе своего характера или предрасположены к любым зависимостям, постарайтесь выбрать для тренировки такую игру, которая не сможет заменить вам остальную жизнь. Обучение. Возможность получения новых навыков – это уникальная способность человеческого мозга. Обучение способствует не только тому, что мы осваиваем знания, которые потом с успехом можем применять на практике и в повседневной жизни. Сам процесс обучения помогает человеку становиться умнее и оттачивать умение обращаться с информацией, получать ее, обрабатывать, систематизировать и размещать новые сведения в структуре всех своих знаний. Изучение нового позволяет увеличивать объем памяти и поддерживать свой интеллект в постоянном тонусе. Даже если полученные знания никогда не пригодятся на практике, далеко не все взрослые могут вспомнить, что такое синусы и косинусы, это не значит, что к ним не нужно стремиться. Любая учеба способствует расширению кругозора, поэтому чем больше мы узнаем, тем легче нам браться за рассмотрение новых тем. Какие же дисциплины больше всего способствуют развитию интеллекта? Точные науки. Занятия точными науками помогают значительно развить целый спектр умственных качеств. Для решения математических задач требуется логическое и абстрактное мышление, критические, аналитические, дедуктивные, прогностические способности, а также хорошая память и высокая скорость мышления. Любая точная наука напоминает те упражнения, в которых участвуют многие мышцы. Точные науки помогают научиться структурировать мышление. Это лучшая практика для понимания и развития способности логически мыслить. Математика и даже школьная алгебра важны не только для детей, а сложные вычисления требуются не для того, чтобы посчитать сдачу в магазине. Точные науки, которые использует математический аппарат, это средства умственного развития. Если у вас нет времени каждый день штудировать главу учебников, постарайтесь хотя бы в повседневной жизни подружиться с цифрами. Совершая покупки, подсчитывайте в уме их точную стоимость. Ни в коем случае не пользуйтесь калькулятором. Вам нужно научиться держать в памяти стоимость сразу нескольких товаров. Прогуливаясь по улице или стоя в пробке, складывайте или вычитайте номерные знаки машин, которые едут мимо. Эти нехитрые действия тоже весьма неплохо тренируют логику и в какой-то мере заменяют занятия точными науками. Иностранные языки Изучение иностранных языков также развивает определенные стороны нашего интеллекта. Это заставляет работать переднюю часть головного мозга, которая влияет на процесс принятия решений и отвечает за эмоции. Существует мнение, что людям с математическим или техническим складом ума сложно изучать языки и другие гуманитарные дисциплины, особенно если начинать такое обучение во взрослом возрасте. И наоборот, те, кому с легкостью даются языки, как правило, с большим трудом овладевают точными науками. Несмотря на то, что такие житейские наблюдения верны, не стоит делать поспешных выводов. Для разделения на технарей и гуманитариев существует масса причин, но это не значит, что человек никогда не сможет освоить новый иностранный язык или научиться решать сложные упражнения. Одно другого не исключает. А ваш тип мышления определяет, какие занятия даются вам проще, а не тот, какие бесполезны. Каждому при должных усилиях можно освоить все, что угодно. Математика и иностранный язык способствуют развитию разных областей мозга. И для гармоничного умственного развития необходимо развивать и те, и другие. Помимо теплых и красивых рукодельных вещей, которыми вы обеспечите себя и своих друзей, вы также сможете улучшить мелкую моторику рук, которая связана с развитием способностей к познанию и обучению. Также ученые доказали, что развитие моторики оказывает положительное действие на работу речевых центров. Научитесь играть на музыкальном инструменте. У многих музыкантов ясность и четкость мышления сохраняются даже в преклонном возрасте, когда представители других профессий сталкиваются с негативными изменениями интеллекта. Игра на музыкальном инструменте, как и занятия рукоделием, развивает моторику. Кроме того, при занятиях музыкой развивается слух, умение концентрироваться и отключаться от внешнего мира. В некотором роде игра на музыкальном инструменте сродни медитации, о плаворительном эффекте которой слышали практически все. Познание нового. Постоянное стремление узнать как можно больше обо всем, что вас окружает, серьезно повысит уровень вашей эрудиции и научит находить сложные взаимосвязи между разными фактами и событиями. Изучение научной и научно-популярной литературы, просмотр документальных и познавательных фильмов, поиск материалов в справочниках и энциклопедиях, просмотр новостей на полезных познавательных сайтах – все это способствует обогащению вашего ума. Используйте любую возможность узнать что-либо новое. Стремитесь сохранить любопытство, как у маленького ребенка, которому интересно все. Вообще нельзя лениться открывать для себя новое. Если вы слышите незнакомое слово, загляните в толковый словарь и узнайте, что именно оно означает, как правильно употребляется. Услышали интересный исторический факт, поищите подробные сведения о нем в интернете или в книгах. Как можно больше и чаще спрашивайте. Наш мозг изначально создан любопытным. Во время взросления многие люди забывают об этом или сознательно подавляют проявление чрезмерного интереса к незнакомому. Самый простой способ развить свое любопытство – это спросить, как в детстве, «Почему?» Совсем не обязательно требовать ответа у окружающих. Вопрос адресуйте сами себе. К счастью, сейчас достаточно средств и возможностей, чтобы найти ответ практически на любой вопрос. Сделайте своей привычкой спрашивать «почему?» как минимум 10 раз в день. Ваш мозг будет вам благодарен. Вы приятно удивитесь, когда сами заметите прогресс в развитии своего интеллекта. Представьте себя в роли Шерлока Холмса. Примените на практике его знаменитый дедуктивный метод и попробуйте потренироваться на совсем простых ситуациях, которые вы наблюдаете каждый день. Чаще задумывайтесь о том, что происходит вокруг. Конструируйте свои версии происходящего, даже если они будут казаться вам фантастическими. Старайтесь найти внутреннюю причину для каждого замеченного события. Например, как настоящий сыщик присмотритесь к прохожему и попробуйте сделать выводы о нем. Опирайтесь на свои наблюдения, оцените его внешность, выражение лица и походку. Какая у прохожего профессия? Какие особенности характера? Есть ли у него семья и как давно, где он живет, почему оказался на этой улице? Постарайтесь объяснить себе, почему вы считаете так, а не иначе. Это простое упражнение, к тому же увлекательное, помогает развить интеллект и провести с пользой время в транспорте или в дороге. Разрыв шаблона Почти все мы ежедневно повторяем одни и те же действия. С самого утра мы совершаем гигиенические процедуры, готовим и едим завтрак, идем на работу, затем по дороге домой заглядываем в магазин. Все это мы делаем автоматически, по шаблону. О том, как мы это делаем, мы даже не задумываемся. Большая часть повседневных забот у нас доведена до автоматизма. С одной стороны, это очень удобно и продуктивно, ведь такое поведение позволяет структурировать и упорядочить расписание. Однако действия на автопилоте совсем не заставляют наш мозг работать. В то же время, если сделать привычные действия по-новому или заменить порядок проведения ритуалов, то мозг просто вынужден включаться в более активную работу. Например, попробуйте открыть знакомую дверь ключом, но с закрытыми глазами. Привычные действия не получится сделать с первого раза, поскольку оно будет осуществляться не по сценарию, то от мозга потребуется активировать новые отделы, которые раньше не участвовали в выполнении задачи. Как результат, будут появляться новые связи между нейронами. Таким образом, любое слепое следование привычкам – это интеллектуальная замкнутость, которая однозначно ухудшает работу мозга. Каждый раз, когда вы пытаетесь сделать что-то необычное, например, написать письмо левой рукой, пройти расстояние с работы до дома по неожиданному маршруту – в мозгу образуются новые связи. А чем больше таких связей, тем активнее и быстрее работает ваш мозг. Конкретных способов сломать привычки и действовать нестандартно существует масса, и применять их можно в повседневной жизни почти постоянно, причем без какого-либо ущерба деятельности. Они даже не требуют выделения специального времени, просто добавьте в свою ежедневную деятельность что-нибудь для вас необычное, то, чего нет в вашей привычке, и уже очень скоро вы увидите результат. Научитесь проговаривать вслух свои мысли. Хорошо помогает развить логику и умение аргументированно спорить попытка не только озвучить, но и объяснить свою точку зрения собеседнику. Старайтесь после каждого тезиса и утверждения добавлять оборот «потому что». Постепенно вы заметите, насколько просто вам будут даваться такие объяснения. Почему это работает? Потому что любая попытка упорядочить свои мысли, рассуждения и эмоции очень полезна, а произнесение мыслей вслух помогает взглянуть на них со стороны. Когда вы испытываете гнев, радость, печаль, попробуйте описать свои ощущения словами. Развивайте воображение. Это один из простых способов построить новые нейронные соединения. Смотрите кино и телепередачи с выключенным звуком, и по мимике и поведению героев попробуйте определить, о чем они друг с другом разговаривают. Если вы читаете «Ребенку на ночь сказку», постарайтесь прервать чтение на середине, чтобы самостоятельно придумать другой финал. Научитесь чередовать различные виды деятельности, то есть умственную с физической работу, с развлечением. Это поможет время от времени давать мозгу разгрузку и отдых. Смейтесь. Ученые давно утверждают, что смех полезен для здоровья каждого человека. Он стимулирует выделение гормонов радости, эндорфинов, а также и других необходимых для хорошего самочувствия веществ. Каким образом смех помогает интеллекту? В первую очередь смех – это самый быстрый и эффективный способ снятия стресса, и напряжения. Он помогает сломать старые стереотипы и прервать затянувшиеся непродуктивные размышления. Смех является быстрой зарядкой для интеллекта и умственных способностей. Так что смейтесь чаще и сильнее, если хотите стать самым умным. Зарядка для ума. Каждый раз, когда вам предстоит серьезная работа, требующая значительных интеллектуальных затрат, проводите предварительную разминку. Она поможет активизировать работу нервных клеток, и ваш мозг будет готов к любым сложностям. Разминка занимает немного времени. Обязательные условия – все упражнения должны проговариваться вслух. Упражнение первое. Сосчитайте в обратном порядке от ста до одного. Постарайтесь сделать это максимально быстро. Упражнение второе. Вспомните алфавит. Для каждой буквы придумывайте новое слово. А – алгоритм. Б – бетон. Также старайтесь увеличить скорость. Если вы не можете придумать слова для иллюстрации буквы более 30 секунд, пропустите сложное место и продолжайте упражнение. Упражнение третье. Произнесите быстро 20 женских, а затем мужских имен. Опять же, как можно быстрее, называя номер каждого имени. 1 – Богдан, 2 – Алексей, 3 – Руслан. Упражнение четвертое. Повторите предыдущие упражнения, но вместо имен выберите любую другую категорию предметов. Например, название блюд или предметов мебели. Упражнение пятое. Выберите любую букву алфавита и назовите 20 слов, в которых она будет первой. Продолжайте нумеровать каждое слово, как в предыдущих упражнениях. Упражнение шестое. Сосчитайте до 50 с закрытыми глазами. Седьмое упражнение отлично подходит, когда нужно быстро собраться и подготовиться к напряженной умственной деятельности. Сядьте за стол, положите перед собой бумагу и ручку. Заведите будильник таким образом, чтобы он зазвонил через 5 минут. Возьмите любой текст и выберите первое слово, которое попадется вам на глаза. Например, слово «снег» в заголовке. Напишите это слово на листе бумаги. И в течение 5 минут постарайтесь написать как можно больше фраз с этим словом. Даже если фразы будут казаться вам абсурдными, записывайте их. В этом упражнении главное – скорость реакции. Упражнение восьмое. Возьмите книгу или газету, поверните ее вверх ногами и прочитайте вслух любой текст. После 5 минут такого занятия ваш интеллект будет разбужен и готов к работе. Глава третья. Память, внимание, логика. Как уже было сказано, интеллект – комплексное понятие. И отдельные его составляющие можно развивать обособленно от других. Особенно это актуально, если для большого скачка в умственном развитии не хватает какого-либо одного навыка. Так каковы же основные параметры, которыми определяется сила и скорость работы ума? Внимание. Внимание – один из основных психических процессов, который обеспечивает сознательную, длительную концентрацию на различных материальных объектах или на умозрительных идеях и рассуждениях. Изначально в животном мире внимание требовалось, чтобы вовремя отреагировать на появление опасности. Это было одним из условий самосохранения. Возможность быстро действовать по первому сигналу, способность увидеть и оценить важность этого сигнала проявлялись как временная заторможенность, необходимая перед началом действия. Внимание обеспечивает способность долго концентрироваться в процессе наблюдения за каким-либо объектом. Оно позволяет отгородиться от посторонней внешней деятельности и сосредоточить свои мысли на текущей задаче. Как внимание влияет на общее развитие интеллекта? Во-первых, оно неразрывно связано с процессом концентрации. А чем лучше получается у человека сосредоточиться на чем-либо, тем эффективнее будет его мыслительная деятельность. Очень часто плохое настроение, усталость, монотонная работа не дают зафиксировать внимание на важных проблемах. От распределения внимания зависит ваша способность выполнять одновременно несколько процессов, держать под контролем несколько видов деятельности или наблюдать сразу за несколькими объектами. Поэтому невнимательным людям бывает сложно, например, освоить вождение автомобиля. Управлять машиной и одновременно следить за ситуацией на дороге и за пешеходами нельзя без достаточно высокого уровня развития внимательности. Во-вторых, именно благодаря вниманию человек замечает новую информацию и собирает сведения для дальнейшего осмысления. Внимание можно сравнить с информационным фильтром. Именно внимание помогает отбирать или игнорировать актуальные факты и сведения. Для процессов, воспринимающих внешнюю информацию, внимание выступает в роли своеобразной лупы, с помощью которой становятся доступными мельчайшие подробности изображений. В-третьих, отличная память также невозможна без внимания, потому что надолго запоминается только то, что привлекает наше внимание. Объем внимания легко измерить. Он равен количеству объектов, которые человек способен воспринимать одновременно. У каждого из нас этот показатель индивидуальный. Средняя норма для взрослого человека способна сдержать в уме от пяти до девяти объектов одновременно. Чтобы сохранить внимание к деятельности в течение длительного времени, человеку обязательно нужен интерес. Монотонность и однообразие процесса резко снижают устойчивость внимания. И наоборот, чем активнее и разнообразнее деятельность с объектом, тем выше устойчивость внимания. Поэтому, чтобы не отвлекаться, нужно учиться находить способы привлечения своего внимания к чему-либо и пытаться внести что-то новое в процесс каждые 15-20 минут. В науке принято выделять три вида внимания. Непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Нас интересует именно произвольное, то есть осознанное внимание, которое дает возможность сосредоточиться на том, что вам нужно делать, а не на том, чем бы вам хотелось заняться. Упражнения для тренировки внимания. Как и другие способы развития интеллекта, упражнения на концентрацию внимания нужно выполнять регулярно. Упражнения, которые представлены в данной главе, можно совмещать с повседневной деятельностью или выполнять их в свободные минуты. Разбейте привычный процесс мытья посуды на несколько циклов, чтобы сосредоточиться на каждом из них. Например, когда вы берете в руки тарелку, чтобы ее помыть, произносите про себя команду «Старт». После этого мойте тарелку так внимательно, словно вы делаете сложнейшую операцию на сердце. Следите за всеми мельчайшими деталями процесса. Чем больше вы их заметите, тем лучше. После того, как вы вымоете тарелку, положите ее на место и мысленно отдайте себе команду «Стоп». Первый цикл закончен. Берите другую тарелку и в точности копируйте весь процесс. Точно так же можно упражняться практически на любом домашнем деле, например, на уборке или стирке. Смотрите на мелкие предметы. Это упражнение займет не более пяти свободных минут. Сядьте за стол и положите перед собой какой-нибудь небольшой предмет. Кольцо, монетку, булавку. В течение нескольких минут сконцентрируйте внимание на мелком предмете. Когда вы отвлечетесь, не нервничайте, а спокойно возвращайте свое внимание к объекту. Всегда запоминайте или записывайте, сколько раз во время выполнения упражнения вы отвлекались. Рисуйте кардиограмму. Сядьте за стол, положите перед собой чистый лист бумаги. Возьмите в руки карандаш или ручку и медленно начинайте рисовать прямую линию. Сосредоточьте свое внимание там, где кончик карандаша смыкается с поверхностью бумаги. Как только вы отвлечетесь, рисуйте зигзагообразный импульс, как прибор на кардиограмме. Дойдя до конца листа, начните линию заново. Каждый раз пересчитывайте количество импульсов, нарисованных при выполнении упражнения. Следите за окружающим миром. Это упражнение можно выполнять везде, где вы вынуждены бесцельно проводить время. Например, в очереди в поликлинике или в транспорте по дороге с работы. Выберите для себя какой-нибудь небольшой объект, который на 5 минут должен стать для вас средоточием всех ваших устремлений. Это упражнение выполняется так же, как и в случае с монеткой или мелким предметом. Разница в том, что в общественных местах вас будут отвлекать намного чаще. А значит, сконцентрироваться будет сложнее. Тем больший эффект даст такая практика. Отдавайте себе условные команды. Каждый раз, когда вы замечаете за собой рассеянность и неспособность сосредоточиться, командуйте себе «Внимание!». После этого оглянитесь по сторонам и направьте свое внимание в нужное русло. Выберите трудную книгу автора, известного своим сухим или абстрактным стилем. Начните читать десяток предложений. Затем перечитайте каждую фразу, не переходя к следующей, пока не усвоите смысл того, что читаете. Возьмите словарь, если нужно. Читайте в очередной день десяток следующих фраз, перечитывая то, что вы видели в предыдущие дни. В конце первой недели запишите все, что вы запомнили. Это одно из лучших упражнений для развития умственных способностей. Когда вы завершите упражнение, нужно будет его повторять по меньшей мере два или три раза в неделю. Логика. Логика – это умение правильно, последовательно рассуждать и делать достоверные выводы, анализируя и сравнивая имеющиеся факты. Логично мыслить может каждый человек, но на практике часто можно услышать, что у кого-то женская логика, или у кого-то в рассуждениях логики не хватает. Логику, как и любое другое мнение, легче всего развивать, если тренироваться со времен раннего детства. Но логика не имеет возрастных ограничений, как и любое другое свойство интеллекта. Логику можно развивать, читая специализированные учебники, ведь логика – это еще и наука о взаимосвязях явлений в окружающем мире. Формальная логика отличается от житейской тем, что в этом случае все мышление доведено до абстракта и заключено в четких рамках, где царят конкретные методы, законы и правила. Такая научная форма логики находится между повседневной логикой и математической. Простые упражнения, логические игры, а также обучение точным наукам, о которых уже говорилось, помогают развитию логического мышления. Ответ на вопрос, для чего нужна логика, понятен, чтобы делать верные умозаключения из имеющихся фактов. То есть для того, чтобы делать правильные выводы, исполученные разными путями информации, уметь правильно определять последствия любых действий, зная об их причинах. Мыслить логически – значит уметь разделять важное и второстепенное, быстро и обоснованно приводить доказательства и опровержения, быть убедительным в споре и не принимать на веру сомнительные утверждения. Мыслительный процесс в логике опирается на использование готовых понятий. Многие выдающиеся люди добились успеха, потому что обладали знаниями о большом количестве таких понятий и умели их правильно применять по законам логики. Для детей и взрослых существует много разных игр и методов для развития логики – ребусы, пазлы, головоломки, в том числе и множество компьютерных интерактивных игр. Чтобы развить логику, вовсе не обязательно посвящать этому делу всю свою жизнь. Достаточно начать тренироваться, выполняя специальные упражнения. Со временем вы приобретете привычку мыслить логично всегда, а значит и всегда дополнительно тренироваться. Упражнения для развития логики. Придумайте логическую цепочку. Затем процедуру следует повторить в обратном направлении. Например, гвоздика, красный цветок, цветок, растение. Это упражнение учат самостоятельно находить и выстраивать обоснованную логическую цепочку и ассоциативный ряд. Придумайте неверные выводы. Возьмите за основу любое утверждение. И придумайте два умозаключения, которые вытекают из него. Одно из них должно быть верным, а другое заведомо ложным. Объясните сами себе, почему одно неверно. Например, ночью все кошки серы. Следовательно, некоторые кошки серы. Или следовательно, ночью все серые животные кошки. Задача упражнения не только выбрать правильный вывод, но и понять, как и по каким причинам вы приходите к неправильным. Мир глазами другого человека. Представьте, что вам нужно объяснить явление реальности с точки зрения, например, средневекового рыцаря. На следующий день представьте, как объяснить себе наличие метро «пещерный человек». Это упражнение предполагает поиск ответа на любые вопросы с точки зрения других людей. Надо пытаться думать иначе, а это расширяет мировоззрение и заставляет понимать законы логики без учета конкретных явлений. То есть постигать на практике формальную логику. Постарайтесь найти для привычных вещей новые названия, составив их таким образом, чтобы не приходилось объяснять, что это означает. Это упражнение помогает научиться давать точные, обоснованные определения и правильно оценивать любые события. Отгадывайте и загадывайте загадки. Для каждого явления или слова, которое придет в голову, придумайте иносказательное определение – загадку. Делайте прогнозы. Это упражнение, которое помогает развить наблюдательность, внимание, а заодно умение делать выводы на основе полученных данных. То есть логику. Оно не требует особой обстановки и специально выделенного времени. Идя по улице, находясь в общественном транспорте, попробуйте заняться прогнозированием. Приобретите привычку задавать себе простые вопросы о том, что должно случиться в ближайшие секунды. Например, где будет находиться машина спустя 10 секунд? Кто из коллег поздоровается первым? Станут ли обсуждать самую громкую политическую новость в обеденном перерыве? Помимо явного благотворного влияния на интеллект, это упражнение помогает поднять себе настроение, если событие удается предсказать более или менее точно. Со временем рискните создавать более сложные прогнозы, не забывая при этом тренироваться на предсказаниях в пределах 10 секунд. А теперь давайте разберемся, как же устроена человеческая память. Ученые выделяют три типа памяти. Оперативное работает здесь и сейчас. В течение нескольких секунд требуется для выполнения любого процесса. Посчитайте, сколько будет 2 в четвертой степени. Если вы не помните результат наизусть, то вам придется постоянно держать в оперативной памяти промежуточный итог вычислений. Кратковременная Это память, которая сохраняет информацию от нескольких минут до нескольких суток. Чтобы понять, какая информация хранится в кратковременной памяти, спросите себя, что вы делали в прошлую пятницу. Если информация не имеет большого значения, не повторяется и не закрепляется, вы скоро ее забудете. Если же нет, то она перейдет в долговременную память. Долговременная память может хранить важные для человека данные в течение всей его жизни. Вы помните таблицу умножения. Знаете, как выглядит береза. Пусть знания о том, как отличить березу от ели, и не представляют для вас огромного значения, но вы постоянно сталкиваетесь на улице с этими деревьями. И как результат, эта информация оказывается в долговременной памяти. Информация после попадания в оперативную память может быть надолго сохранена. Чтобы этот процесс состоялся, мы сначала должны сфокусировать внимание на объекте. Затем нужно мысленно вспомнить объект, прикрыв глаза. Если этого не сделать или отвлечься, информация не перейдет в кратковременную память и просто исчезнет из сознания. Уже из кратковременной информации попадает в долговременную память, откуда ее и можно извлечь в любой момент. Как несложно заметить, наша память устроена достаточно просто. Мысленный образ постепенно переходит из менее устойчивого вида памяти в более стабильный. Поэтому для того, чтобы улучшить память, нужно только научиться нескольким эффективным приемам упаковки информации и ее последовательного продвижения по цепочке к хранению в долговременной памяти. Все люди, которые жалуются на плохую память, как правило, слишком зациклены на традиционных способах обучения, которые сводятся к зубрежке набора фактов. На самом деле такие методы запоминания неэффективны, и со временем вспоминать информацию становится труднее. Раньше считалось, что познавательные способности человека начинают снижаться с 60 лет. Недавнее исследование показало, что без регулярной тренировки наш мозг начинает ослабевать уже с 45-летнего возраста. Этому в некоторой мере способствует развитие новых технологий, которые ослабляют способности к запоминанию. Большое количество гаджетов, готовых предоставить нужную информацию в любую минуту, приводит к тому, что сосредотачиваться на чем-то одном и надолго сохранять в памяти знания уже не нужно. А ведь именно концентрация внимания, способность переносить в долговременную память новую информацию и сравнивать ее с уже имеющимися в арсенале знаниями, помогает держать интеллект в тонусе до глубокой старости. Существует множество методик и способов запоминания любой информации. Вам нужно выбрать тот, который покажется наиболее удобным, а со временем научиться совмещать максимальное их количество. Методики развития памяти Метод интервального повторения Вся информация, которая хранится в памяти, со временем стирается и исчезает. Но если регулярно обновлять в памяти тот или иной блок знаний, мозг учится хранить эту информацию максимально долго. Идеальный момент для эффективного напоминания наступает, когда полученная информация почти стерлась из памяти человека. При этом каждый раз время, которое уходит на обновление информации, заметно сокращается. Если вы хотите надолго записать новое знание в своей памяти, повторите нужную информацию через несколько секунд после первого ознакомления. Затем просмотрите ее через час, затем через несколько часов, день, несколько дней, неделю, месяц, три месяца. Это и называется интервальным повторением. Такой способ дает очень высокие результаты. Тестирование знаний Если вы хотите, чтобы знания оставались в памяти как можно дольше, во время повторений не просто вспоминайте тезисы и факты, а тестируйте сами себя. Для этого случая процесс напоминания нужно строить по принципу «Назовите самый крупный континент», а не «самый крупный континент Евразия». Форма «вопрос-ответ» активизирует большее количество процессов в нейронах головного мозга и не дает легких подсказок. Метод ассоциаций Полезно уметь ассоциировать понятия или вещь с ярким образом. Не является секретом, что запоминаем мы не слова и грамматические конструкции, а только тот смысл, который в эти слова вложен. Эти образы можно сравнить с пиктограммами, такими как дорожные знаки. Навык создания системы таких образов, которые вы легко можете воспроизвести, помогает надолго запоминать последовательности совершенно не связанных между собой, на первый взгляд, предметов. Чем больше образов и эмоций вложено в информацию, тем легче ей оставаться в памяти человека. Информация, которая оставляет нас равнодушным, не перейдет на долговременное хранение. Произнесение вслух Если вас можно назвать рассеянным человеком, потому что вы не можете вспомнить важные мелочи, например, куда вы положили ключи или паспорт, постарайтесь фиксировать это в памяти, проговаривая свои действия вслух. Например, я кладу пульт на верхнюю полку стеллажа. Принцип запоминания тут такой же, как при изучении иностранных слов и стихотворений. Вы подключаете к мысленной памяти еще и слуховую. Более интересный способ не просто сказать что-либо, а спеть на знакомую мелодию или на только что выдуманную. Пусть со стороны это смотрится немного нелепо, но попробуйте применить этот способ, когда никто не может вас услышать. Методики запоминания чисел Если вы не можете запомнить номера телефонов, адреса и другую информацию, содержащую цифры и числа, воспользуйтесь методикой запоминания цифр. Например, нужно запомнить число 235. Составьте фразу из трех слов, в которой каждое слово будет иметь такое же количество букв, которое соответствует запоминаемой цифре. Например, он ест пирог. Когда потребуется вспомнить число, вспомните фразу, а потом пересчитайте буквы в словах. Методика особенно хорошо подходит гуманитариям, которые еще не начали заниматься математикой. Если число длинное и цифр много, разбейте его на несколько коротких и подумайте, с чем они могут ассоциироваться. То есть найдите для них образы. Например, 1308 год. 13. Несчастливое число для многих культур. 8. Международный женский день. Игра «Вспомни». В эту игру хорошо играть с детьми или друзьями. Ведущий задает игрокам легкие, но неожиданные вопросы. Например, сколько этажей в соседнем доме? Какого цвета занавески в комнате? Во что вчера был одет папа? Эта игра приучает к внимательности и наблюдательности, развивает кратковременную память и учит правильно ее использовать. 9. Объяснение другому человеку. Хороший способ лучше и быстрее запомнить, что-либо – это попытаться объяснить и рассказать другому человеку то, что нужно запомнить или понять вам самим. В этом случае в памяти остаются как раз не слова, а именно смысл сказанного. К тому же мозг будет лучше запоминать информацию, если вы будете ее произносить вслух. 10. Аромат розмарина. Запахи могут стимулировать появление воспоминаний. Если вы уловите запах еловой смолы и мандаринов, то вам вспомнится какой-то из новогодних вечеров. Запах моря напомнит об удачном отпуске. Ученые установили, что аромат розмарина является универсальным средством стимуляции памяти. По результатам экспериментов аромат розмарина помогает сконцентрироваться и лучше запоминать последовательности чисел, рисунков и слов. Так что возьмите себе за правило нюхать растертые между пальцами стеблей этого растения или капельку эфирного масла, особенно в периоды, когда вам необходимо запомнить большой объем информации, например, перед экзаменом. Жвачка и память. Уже несколько исследований показали, что когда человек жует, он лучше запоминает информацию, а затем быстрее ее воспроизводит. На вопрос, почему это происходит, исследования ученых не могут пока дать однозначного ответа. Возможно, в результате ритмичного движения челюстей учащается сердцебиение и улучшается кровоснабжение головы, а значит и головного мозга. Или причина в гармонии инсулини, которая выделяется при жевании и стимулирует определенные зоны мозга, которые отвечают за память. Надейтесь на свою память. Начните тренировки памяти с того, что научитесь ей доверять. Запланируйте на завтра какое-нибудь небольшое дело, но не записывайте его в свой ежедневник, а постарайтесь запомнить. Например, решите внести оплату за электроэнергию. Представьте, как завтра вы подойдете к расчетному центру, как постоите в очереди в кассу, как получите сдачу. Перед сном вспомните эту цепочку образов. Продолжайте каждый день планировать и совершать какие-то поступки, нигде не фиксируя свои намерения. Глава четвертая. В здоровом теле здоровый ум. Физические нагрузки. Регулярные физические нагрузки, спорт и правильное питание способствуют не только отличному самочувствию, но и развитию интеллекта человека. На первый взгляд кажется, что прямой связи между физическими нагрузками и уровнем интеллекта не существует. Однако, человек, который регулярно занимается спортом, оздоравливает весь свой организм. И таким образом стимулирует активную работу мозга. Для того, чтобы у вас был хорошо развитый интеллект, необходимо отказаться от вредных привычек, так как они как раз имеют прямую связь с качеством мыслительной деятельности. Любые вредные вещества, которые поступают в организм, в том числе алкоголь и никотин, разрушают его на клеточном уровне. Даже если вы не можете отказаться полностью от алкоголя и табака, сведите их употребление к минимуму. Эффект будет заметен практически сразу. Например, память курильщиков работает на 15% хуже, чем у тех, кто бросил эту привычку, и на 21% слабее, чем у людей, никогда не бравших в руки сигарету. Конечно, курильщик, который целенаправленно занимается своим интеллектом и развитием памяти, в итоге будет иметь большие способности, чем не курящий человек, не тренирующий свою память. Однако табак ухудшает память. О том, как именно на память и интеллект влияет алкоголь, почти каждый человек может рассказать на собственном примере или на примере знакомых людей. В состоянии опьянения сложно формулировать мысли, а после трудно вспомнить события. Даже от бокала вина следует отказываться перед важным совещанием или накануне экзамена. Ученые считают, что активный образ жизни увеличивает приток крови к передней части коры головного мозга, который отвечает за исполнительные функции. Кроме того, при интенсивных физических нагрузках в организме вырабатываются эндорфины, а также специальный белок, который отвечает за развитие и рост нервных клеток – нейронов. Этот факт подтверждают многочисленные исследования, проводившиеся в разных университетах всего мира. Например, в одном из опытов крысы получали регулярную физическую нагрузку в течение трех недель. По результатам эксперимента было установлено, что в мозгу животных изменились не только области, ответственные за моторику, но и увеличился участок, отвечающий за процессы перехода кратковременной памяти в долговременную, возникновение эмоций и ориентацию в пространстве. В результате таких изменений улучшилась способность крыс реагировать на внешние раздражители, а также их способности к адаптации в сложных условиях. Примерно такие же результаты дало исследование, проведенное с участием добровольцев среди пожилых людей. Группа, которая регулярно занималась физкультурой, через шесть месяцев наблюдения смогла показать лучший результат в интеллектуальном тестировании. Причем результаты тестов были почти на 25% лучше, чем у группы, которая спортом не занималась. Улучшения были особенно заметны относительно таких качеств, как способность самостоятельного принятия решений, эффективного планирования, быстрого запоминания телефонных номеров. Таким образом, получается, что нагрузка на мышцы способствует развитию интеллекта. Однако стоит отметить, что этот способ является косвенным, то есть по себе он малоэффективен, зато он может существенно повысить отдачу от всех остальных способов и упражнений. Некоторые физические нагрузки в большей степени влияют на качество интеллекта. О них следует рассказать подробнее. Выбирайте аэробные нагрузки. Далеко не все спортивные дисциплины одинаково полезны для памяти и мышления. Известно, что одной из причин нарушения умственной деятельности в старости является изменение размеров головного мозга, то есть его уменьшение. Регулярные аэробные нагрузки помогают затормозить и полностью остановить этот процесс, так как они повышают пульс, усиливают кровообращение, за счет чего все ткани организма, в том числе и мозг, лучше питаются, получая больше полезных веществ и кислорода. А вот силовые упражнения, как и статические занятия и тренировка растяжки, не оказывают такого чудодейственного эффекта. Больше ходите пешком. Выработку белка, ответственного за рост и функционирование нейронов, стимулируют ежедневные прогулки на свежем воздухе. Достаточно пройтись пешком хотя бы 30 минут в день, чтобы активизировать работу интеллекта. Умственную работу нужно прерывать для небольших кислородных пауз, открывать окно на 1-2 минуты. Нельзя перегружать себя умственной работой, если не обеспечен доступ к кислороду в непроветренной или прокуренной комнате. Занимайтесь танцами или единоборствами. Любая физическая активность и любые интенсивные тренировки, которые повышают сердечный ритм и требуют дополнительной работы мозжечка, стимулируют работу мозга. Таким образом, чтобы повысить интеллект, нужно заниматься спортом, в котором требуется координация движений. Обучение телу новым движениям, например, занятия танцами или боевыми искусствами, также способствуют росту уровня IQ. Как и в любом деле, в развитии интеллекта важно не перегибать палку. Поэтому мозгу обязательно необходим полноценный отдых. Наш организм устроен так, что непрерывная работа очень быстро вызывает утомление. Чтобы не перегружать его, обязательно запланируйте в работе перерывы, которые будут длиться от 30 минут до часа. Каким образом это влияет на уровень интеллекта? Без адекватного отдыха человеческий мозг теряет возможность использовать свои ресурсы в полном объеме. Наверняка вы не раз замечали, что если сильно устать и плохо выспаться, невозможно надолго сконцентрироваться на текущей задаче, а также сложно предложить новые идеи и найти самое оптимальное решение. Если вы хотите, чтобы ваши интеллектуальные способности всегда были на высоте, начните с изменения режима дня. Составьте его таким образом, чтобы ваш сон составлял 8 часов в сутки. Сон – это еще и средство улучшения работы памяти. Например, дневной сон не только помогает отдохнуть, но и значительно активизирует протекающие в мозге процессы. Это связано с тем, что во время сна новая информация перемещается в зону долговременной памяти. И любые знания, которые были получены перед сном, запоминаются намного лучше. Кроме того, во время сна освобождается зона кратковременной памяти, а это значит, после отдыха человек способен усвоить гораздо больший объем информации. Так что начинать запоминание нового лучше перед сном. Если дневной сон для вас невозможен, замените его спокойным отдыхом. Главное – это полноценный ночной отдых, так как мозг человека настроен на биологические ритмы смены дня и ночи. В темное время суток невозможна эффективная работа мозговых клеток, которые восстанавливаются именно во время длительного сна. Пейте много воды. Обезвоживание организма истощает его. Мозг не исключение, его активность заметно снижается при недостатке жидкости в организме. Казалось бы, что содержится в чистой воде? Любая вода ценна для организма сама по себе. Обезвоживание приводит к снижению концентрации внимания. Не следует думать, что чай, кофе или лимонад помогут справиться с симптомами излишней потери жидкости. Содержащийся в напитках кофеин как раз и является одним из факторов, вызывающих обезвоживание. Так что несколько стаканов чистой воды в день должны стать вашей нормой. В целом вода имеет огромное значение для умственной деятельности. Даже школьники заметно подтягивают успеваемость, если обеспечить им свободный доступ к бакам с питьевой водой. Питайтесь правильно. О пользе правильного питания слышали все. Но обычно о сбалансированной диете говорят, когда дело касается лишнего веса или общего физического самочувствия. Немногие знают, что существуют продукты, благотворно влияющие на интеллектуальную деятельность. Включите их в свой ежедневный рацион, чтобы достигнуть главной цели – запустить и поддерживать процесс активного развития своего интеллекта. Постарайтесь при этом помнить, что любой продукт питания – это только еще один способ на физиологическом уровне улучшить обменные процессы, происходящие в мозге. Стакан черники один раз в год или рыба каждый вечер не сделают вас новым Эйнштейном, а только дадут возможность стать им. Рыба и морепродукты Такая полезная и вкусная рыба, как семга, является одним из самых ценных продуктов питания. Она помогает поддерживать весь организм в здоровом состоянии. Семга, особенно выловленная в море, а не выращенная в специальном пруду на ферме, является богатейшим источником жирных кислот, в том числе важной кислоты омега-3, а также легко усваиваемых белков и насыщенных жиров. Они участвуют в обменных процессах, протекающих в мозге, а также балансируют уровень холестерина. В семге при этом содержится минимум вредных для здоровья элементов. Питательные элементы из этой рыбы улучшают работу головного мозга, поднимают настроение, укрепляют стенки сосудов и связи между нервными волокнами. Это благотворно влияет на все, без исключения функции мозга, от координации движений до решения интегральных уравнений. При постоянном употреблении семги снижается риск сердечного приступа, возникновение болезни Альцгеймера и других проблем со здоровьем. В целом для работы мозга полезна любая морская рыба, поскольку не только в семге содержатся жирные кислоты. Например, в треске много селена. Диета, богатая селеном, оказывает положительное действие на настроение, повышает уровень работоспособности. В анчоусах содержится диметилэтаноламин. Это вещество со сложным названием значительно повышает способность мозга к обучению, помогает обрести и поддерживать концентрацию, и не дает развиваться умственной усталости. Мидии и прочие морские моллюски богаты витамином В12 и цинком. Этот минерал способствует передаче нервных импульсов по всему телу, он участвует в нервной деятельности и в работе тех областей мозга, которые регулируют возникновение эмоций, память, инстинкты и сон. Употреблением креветок и других ракообразных можно значительно компенсировать нехватку витамина D, которая грозит в лучшем случае плохим настроением и депрессиями, особенно в холодные и пасмурные сезоны. Гораздо более серьезные последствия дефицита этого витамина нарушения познавательных функций мозга и в дальнейшем шизофрения и болезнь Альцгеймера. Морская капуста. Эта водоросль одна из чемпионов по содержанию йода. Недостаток этого химического элемента расшатывает в нервную систему и чреват бессонницей, раздражительностью, депрессией и расстройством памяти. Какао-бобы Последнее время появилось много исследований о том, насколько полезен шоколад для здоровья. При этом обязательно упоминается, что полезный шоколад – это только лакомство с очень и очень высоким содержанием порошка какао-бобов. Эти бобы включают в себя большое количество полезных веществ – антиоксидантов, флавоноидов, катехинов. Они нужны для правильного обмена веществ и обновления организма. Антиоксиданты защищают наш мозг от атеросклероза головного мозга, не давая свободным радикалам разрушать сосуды. Чем больше в шоколаде других примесей – молока, жиров и сахара, тем меньше от него пользы для мозга. Кроме темного шоколада, высокое содержание полезных веществ можно найти в какао-порошке, который тоже не стоит путать с растворимыми сладкими напитками. Полезные вещества и антиоксиданты находятся не только в какао. Другой широко разрекламированный их источник – зеленый чай. Как и в случае с шоколадом и какао, абсолютно любой зеленый чай приносит не так много пользы, как хотелось бы. Для достижения нашей цели поддержания и активного развития способностей интеллекта следует пить японский чай маття или матча. Матча – это зеленый чай, измельченный в порошок. Во время чаепития матча взбивается бамбуковым венчиком в небольшом количестве воды, и получившуюся взвесь с удовольствием и почтением пьют все участники чайной церемонии. Из-за того, что листья измельчают в порошок, его используют как растворимый чай и как добавку к другим сортам чая. В отличие от других напитков, в воде матча не растворяется, а становится суспензией с очень оригинальным вкусом. Для пользы ее можно добавлять к обычному чаю, если пить традиционную матчу вам по какой-то причине не нравится. Эффект, оказываемый чаем матча на работу мозговых центров, стал широко известен благодаря тому, что именно этот напиток использовали в японских монастырях для подготовки к многочасовым медитациям. Лесные ягоды Черника, клюква и голубика – ягоды, содержащие не только уже упомянутые антиоксиданты, а также витамины и другие полезные для продуктивной работы интеллекта вещества, но и такие необычные для растений элементы, как жирные кислоты омега-3, причем в количестве которых можно сравнить с содержанием подобных кислот в морской рыбе, и белки. Естественно, реальную пользу могут приносить только свежие, необработанные ягоды. Ягоды уменьшают риск ухудшения качества работы мозга в связи с общим старением организма. К лесным ягодам в рацион можно добавить виноград и киви. И в белом, и в черном винограде содержится и пикотехин, усиливающий приток крови к мозгу и улучшающий память. А в киви содержится ударная доза витамина С, который также является антиоксидантом. Кофейные зерна Кофе является широко распространенным стимулятором и популярным напитком. Ученые не пришли к однозначному выводу, чего в нем больше – вреда или пользы. Сами кофейные зерна, вне всякого сомнения, богаты все теми же антиоксидантами, аминокислотами, витаминами и минералами, что и какао-бобы. Даже кофеин, отношение к которому неоднозначно в скромных количествах, полезен для работы головного мозга. Поэтому правильно обработанный кофейный порошок, вне всякого сомнения, способен принести пользу. Регулярное употребление кофе действительно снижает риск старческих умственных отклонений и раннего развития болезни Альцгеймера. Как и в отношении других продуктов, кофе применимо правило помогает только продукт высокого качества, не содержащий добавок, примесей и большого количества сахара. Кроме того, кофе нельзя увлекаться людям, страдающим повышенным артериальным давлением, поскольку кофеин стимулирует работу сердечной мышцы и провоцирует учащенное сердцебиение. Регулярное употребление эспрессо из хороших зерен может помочь в развитии интеллекта, но увлекаться кофе особенно растворимым не стоит. Овощи Свекла очень богата бетаином, веществом, которое способствует улучшению настроения, повышает скорость реакции и способность концентрироваться. Чем меньше обработки прошла свекла, тем выше в ней содержание полезных веществ. Красная капуста Хороший источник полифенолов, одного из видов антиоксидантов. Зеленые листья шпината сохраняют молодость нервных клеток, способствуют их восстановлению и улучшают когнитивные свойства интеллекта. Темная кожура баклажана включает в свой состав антоцианин, красящее вещество и одновременно антиоксидант. Его действие направлено на сохранение необходимого количества липидов в клеточных мембранах нейронов головного мозга, защищая их таким образом от повреждения. Зеленый горошек Источник тиамина, известного также как витамин В1. Его недостаток приводит к ухудшению внимания, памяти и возможным депрессиям. Чтобы избежать всех этих неприятностей, можно употреблять зеленый горошек, причем как свежий, замороженный, так и консервированный в составе салатов. Куриное мясо Любители мяса не должны думать, что их продукт бесполезен для развития интеллекта. Например, куриное мясо богато витаминами В2, В6 и В12, которые в целом улучшают качество работы нервной системы, развивают память, предотвращают депрессию и бессонницу. Если верить эволюционной теории, то человек развился из обезьяны примерно в то время, когда у наших далеких предков произошла смена рациона, то есть к растительной пище добавился животный белок. Чем более интенсивная предстоит интеллектуальная работа, тем больше белка мозгу нужно. Поэтому студентам во время сессии или начальникам перед совещаниями на завтрак лучше съесть кусок нежирного мяса курицы. Это отличная помощь для интеллекта. Белок, содержащийся в мясе, необходим для обновления мембран клеток головного мозга. Белок же является строительным материалом для образования новых клеток и связей. Поэтому диета, бедная белковой пищей, обязательно сказывается на уровне интеллекта. Употреблять мясо или другую белковую пищу нужно регулярно. Помните, все вышеперечисленное не является волшебной пилюлей, способной за ночь сотворить чудо и превратить вас в сверхчеловека. Несомненно, следует включить эти продукты в свой ежедневный рацион, который, в свою очередь, должен быть ориентирован на здоровое питание. Также следует помнить, что включение только одного продукта из данного списка в рацион не произведет нужного эффекта, так как все эти продукты питания были тщательно отобраны для того, чтобы в сочетании друг с другом и здоровой диетой, а также физическими и умственными упражнениями привести вас к нужному результату. В стремлении во что бы то ни стало улучшить работу своего интеллекта, важно не перегнуть палку. Ведь любой продукт, как и любое лекарство, может для кого-то оказаться скорее вредным, чем полезным. Так, кислую ягоду и цитрусовую нельзя есть в большом количестве тем, у кого повышена кислотность желудочного сока, и особенно если есть гастрит или язва, связанные с этим. Продукты с высоким содержанием витамина С, а также свекла, капуста, шпинат и, увы, шоколад противопоказаны тем, у кого есть мочекаменная болезнь и образуются оксалаты, то есть камни, состоящие из солей щавелевой кислоты. Свежую свеклу и капусту не стоит есть тем, кто страдает колитом, воспалением кишечника. Жирные сорта рыбы противопоказаны при язвенной болезни и некоторых заболеваниях крови. Глава пятая. Как развить эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект. Что это? Если об уровне IQ знают практически все, то о другой составляющей успеха эмоциональном интеллекте слышали немногие. А зря, потому что именно благодаря ему добиваются успеха те, кто в школе и институте был далеко не отличником. И наоборот, отличники, чемпионы школьных олимпиад, сверходаренные студенты с коэффициентом интеллектуального развития намного выше среднего отнюдь не всегда делают успешную карьеру. Почему так происходит? Ответ прост. Они не используют свой эмоциональный интеллект. Последние исследования показывают, что IQ не единственный фактор, влияющий на умение распоряжаться своей жизнью. Все дело в том, что при прочих равных способностях многие наши достижения зависят не столько от IQ, сколько от навыка понимать свои эмоции и управлять ими. Впервые термин эмоциональный интеллект появился в 1990 году. В исследовании, посвященном как раз этому явлению, обычный интеллект человека уже не считался фактором, определяющим всю последующую судьбу. И с того времени психологи и психотерапевты не могут найти однозначный ответ на вопрос, существует ли эмоциональный интеллект и что делать, чтобы его выявить. Что же такое эмоциональный интеллект? В широком смысле это совокупность ваших способностей и черт, то есть почти что характер. Оценить уровень эмоционального интеллекта можно определив, насколько тот или иной человек обладает следующими способностями. Умение осознавать и анализировать свои желания и эмоции. Высокий уровень самоконтроля. Способность к самомотивации. Умение поставить себя на место другого человека. Способность поддерживать теплые отношения с окружающими. Если у вас присутствуют все эти качества, то можно сказать, вам очень сильно повезло. Если все эти способности развиты на высоком уровне, то вряд ли вы жалуетесь на лень, всегда подходите творчески к решению рабочих задач, наверняка умеете хорошо ладить с людьми и обладаете крепким здоровьем. Эмоциональный интеллект это то, что помогает многим людям с легкостью заводить знакомство, находить оптимальный выход из любого конфликта, работать в команде. Это способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере человеческой жизни. Причем не только в своих эмоциях, но и в эмоциях окружающих. Кроме простого понимания ситуации и чужих переживаний, эмоциональный интеллект предполагает управление эмоциями. Это уже гораздо более сложный навык. Во-первых, нужно уметь правильно выражать свои эмоции, то есть делать это так, чтобы вас понял другой человек. Во-вторых, нужно учиться использовать эмоции, свои и чужие, как средство решения задач. Это действительно возможно, и если вы обладаете высоким уровнем эмоционального интеллекта, то есть научились регулировать собственные эмоциональные состояния, то можете научиться воздействовать на внешнюю среду, то есть регулировать чужие эмоциональные состояния. Чтобы понять, чем же все-таки эмоциональный интеллект отличается от просто эмоций, представьте себе человека. Эмоции будут одной его ногой, а интеллект другой ногой. Человек может прыгать и передвигаться на одной ноге, но далеко он так не уйдет. А правильная совместная работа обеих ног приведет к нужному результату. Осознание и управление ногами в таком случае и будет эмоциональным интеллектом. Как можно управлять эмоциями? Для начала их нужно осознавать и правильно определять, то есть отличать обиду от злости, а радость от удовлетворения. Точно так же нужно понимать, какие эмоции владеют собеседниками и окружающими людьми. Это все необходимо, чтобы на яркие проявления чужих эмоций реагировать соответствующим образом. Ответными чувствами или спокойствием. Только в последнюю очередь регулирование эмоций это способность умерить эмоциональную бурю, погасить свою или чужую агрессию и фрустрацию. От чего зависит уровень вашего эмоционального интеллекта? Некоторые факторы заложены самой природой. Например, ваш тип темперамента и склонность к правополушарному типу мышления, то есть к так называемому гуманитарному складу. Другие факторы связаны с уровнем самосознания, уверенности в себе и религиозности. От социальных условий также зависит очень многое. Например, важное значение имеют свойства эмоционального интеллекта родителей. Влияние воспитания на развитие эмоциональности и чуткости ребенка переоценить сложно. Можно ли развить эмоциональный интеллект? В психологии существует два отличных друг от друга мнения. Некоторые исследователи придерживаются позиции, что повысить его уровень невозможно, поскольку он является относительно устойчивой способностью. Хотя польза обучения будет заметна и повысить эмоциональную компетентность все же можно. Другие ученые считают, что эмоциональный интеллект поддается развитию. В качестве аргумента в пользу этой точки зрения можно привести тот факт, что нервные пути мозга продолжают развиваться вплоть до середины человеческой жизни. Мир устроен таким образом, что для достижения своих целей одно из самых главных и определяющих условий умение ладить с людьми. Без него не получится договариваться и сотрудничать, идти на компромиссы или успешно отстаивать свою позицию. Начать развитие эмоционального интеллекта можно, если для начала устранить те свойства и привычки, которые ему мешают. Это могут быть. Невосприимчивость к невербальным сигналам. Человеческое общение не ограничивается только словами. Более того, многие исследователи сходятся во мнении, что словами передается не более половины информации. Важен также невербальный компонент общения. Позы, жесты, мимика, интонации. Глухота к этим невербальным сигналам достаточно распространенное явление, которое встречается у каждого десятого человека. Нечувствительность заключается в плохом чувстве чужого личного пространства, в неумении находить и поддерживать зрительный контакт, в неправильном понимании мимики и других сигналов, поступающих от собеседника. Если вам трудно понять, почему никак не складывается разговор, задумайтесь об изучении невербальных компонентов общения. Поведение, связанное с уходом от конфликта. Иногда прямой или косвенный уход от конфликта является лучшим способом его решения. Но если это единственный метод, который вы применяете в сложных ситуациях, то вам нужно всерьез заняться развитием эмоционального интеллекта. Особенно трудно бывает в общении с людьми, которые отказываются от контактов только ради того, чтобы избежать возможного конфликта. В таком случае свои силы нужно направлять на то, чтобы избавиться от страха общения и научиться выходить из конфликтных ситуаций с максимальной выгодой. Агрессивность. Любая агрессия, особенно слабо мотивированная и ненаправленная, не вызывает в ответ теплых чувств и не помогает расположить к себе собеседников. Люди, выбравшие агрессию как основную реакцию на все происходящее, довольно быстро оказываются в изоляции. Устранению каждой из этих причин, тормозящих развитие эмоционального интеллекта, можно посвятить отдельную книгу. Однако решение этих проблем и задач может вам помочь. Что еще способствует развитию эмоционального интеллекта? Старайтесь находить правильное название для любого своего эмоционального состояния. Особенно важно осознавать негативные эмоции. Определяйте свои чувства максимально честно для себя. Например, вы можете утверждать, что трогательный фильм всего лишь наивная мелодрама, но себе вы можете признаться, что растроганы сюжетом до глубины души. Увеличивайте свой словарный запас, чтобы максимально точно выражать мысли и чувства. Начните упражнение с обозначения эмоций. Попробуйте быстро перечислить десяток любых эмоций. Если 10 слов не проблема, назовите еще столько же. Иначе как можно научиться отличать одни чувства от других, если вы не можете их правильно назвать? Самый главный источник информации о чувствах других – это окружающие вас люди. Просите своих друзей и близких делиться с вами ощущениями. Сопоставляйте и запоминайте, как связаны их эмоциональные состояния и поступки. Это поможет разбираться в отношениях как минимум с теми, у кого вы будете спрашивать. Внимательно следите и анализируйте, кто и как реагирует на одинаковые внешние раздражители. Какой отклик находит хорошие новости, а какой настойчивые требования. Придумайте сначала только в порядке разминки, как еще можно принять то или иное событие, что сделать в ответ на возникновение эмоций. Развивайте уверенность в себе. Для эмоционального интеллекта очень важно понимать и чувствовать, что многое в жизни зависит от ваших усилий и вашей деятельности, а не от судьбы и обстоятельств. Итак, если обобщить все вышесказанное, получается, что люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимают свои эмоции и чувства других людей, поэтому могут управлять своей эмоциональной сферой, а значит в обществе их поведение более адаптивно, и они легче добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими. Заключение. Если человек много занимается физическим трудом, ему не нужно дополнительно посещать спортзал, чтобы стать сильным. Маленьким детям, которые много и активно гуляют на улице, не требуется дополнительных кружков по бегу, они укрепляют мышцы во время работы или развлечения совершенно естественным способом. Экономисту-аналитику не нужно каждое утро повторять таблицу умножения, потому что во время работы он вспомнит ее много раз. Переводчику не требуется держать перед глазами список основных глаголов иностранного языка. То же самое можно сказать и об общих свойствах интеллекта. Если постоянно обдумывать свои действия, постоянно давать пищу для ума и находиться в состоянии интеллектуальной работы, то дополнительные способы улучшить качество интеллекта не будут нужны. Но ведь в профессиональной деятельности и в хобби мало кто из нас задействует сразу все стороны и свойства ума в равной мере. Поэтому спросите себя, какие из мыслительных мышц не получают ежедневной нагрузки? И обязательно такую нагрузку им предоставьте. Сделать это можно в том числе и с помощью аудиокниг AB Publishing. Слушайте наши полезные и интересные издания в приложениях Loudbook в App Store. Текст читал Станислав Иванов. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудиоформате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего!